Здравствуйте! Сегодня хочу вам показать, как связать вот такой шарф-снуд двухсторонний. То есть с одной стороны у нас получается вот такой вот узор, с другой стороны у нас получается вот такой вот узор, который можно носить и с той, и с другой стороны. Приступим к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. У меня вот такая пряжа Ализе. Производство Турции. 100 грамм 320 метров. Это 100% акрил. А также два крючка. Один крючок большего размера, второй крючок меньшего. Здесь у меня крючок номер 5 и здесь троечка. Для чего я взяла два крючка? Это когда мы вяжем, получается наш низ, наше вязание более плотный, когда мы набираем обычным крючком. И поэтому я попробовала. Получается очень хорошо, если брать крючок на 1,5-2 размера больше и провязывать цепочку. Цепочка получается растягивается лучше и очень хорошо ложится. Также сегодня мы с вами сделаем, нам нужно провязать цепочку равную 90 петлям, поэтому мы сегодня будем ее набирать не полностью в длину, а я вам сейчас буду показывать по мере нашего вязания. Делаем воздушную петлю. Провязываем цепочку из 10 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И теперь смотрите, вот наша цепочка. Вводим крючок в первую петлю. Захватили ее на крючок. Также вводим крючок в эту петлю, которую мы начинали вязать. Если вы посмотрите, вот наша цепочка ложится ровненько. И продолжаем набирать цепочку до 90 петель. Вот я набрала цепочку. Видите, она уже сразу нигде не переворачивается. Теперь смотрите, вот эту нашу первую петельку, которую у нас на крючке, мы ввели в первую петлю нашей цепочки. И сразу же провязываем воздушную петлю. И отсюда же провязываем столбик без накида. Теперь из каждого столбика предыдущего ряда мы должны провязать столбик без накида этого ряда. То есть у нас должно быть 90 столбиков без накида. Так мы этот ряд довязываем до конца. Довязываем последние наши два столбика. Один и вот второй. Все. Мы закончили. Сейчас я вам хочу показать сразу, что потом начнем на наше уже вязание. Смотрите, вот здесь мы сейчас с вами прикрепимся. И вот так, как мы с вами ложили, у нас получилось, что наше вязание не перекручивается. Видите, оно идет... Сейчас я вот тяну вот так. С одной стороны видно и со второй, что оно идет именно так вот по кругу. То есть нигде не будет перекручиваться. Если мы будем набирать цепочку, то есть мы один, первую петлю от в начальную, которую мы только начали, мы будем вложить на крючок и продолжать дальше вязать воздушные петли, набирая цепочку. Продолжим вязание. Вкалываемся в первый столбик, который мы с вами вязали, и сразу же провязываем столбик без накида. Делаем накид на крючок, провязываем полустолбик, затем провязываем столбик с одним накидом. Пропускаем один столбик, во второй столбик мы провязываем столбик, затем полустолбик, и отсюда же столбик с одним накидом. снова пропускаем столбик провязываем столбик отсюда же полустолбик и отсюда же столбик с пропускаем первую петлю во вторую провязываем столбик полустолбик и столбик с накидом так мы этот ряд довязываем до конца довязываем этот ряд и будем приступать к новому пропускаем столбик вас предпоследний столбик провязываем столбик затем полустолбик и снова столбик с накидом у нас осталась одна петля и смотрите вот мы ее пропускаем петлю и столбик который мы с вами начинали вязать столбик без накида мы сразу же провязываем столбик без накида и отсюда же провязываем полустолбик и столбик с одним накидом пропускаем полустолбик столбик и в столбик без накида мы провязываем столбик затем сюда же мы провязываем полустолбик и столбик с одним накидом пропускаем полустолбик столбик и в столбик мы с вами провязываем столбик затем полустолбик и столбик с накидом еще раз повторим и будем вязать дальше полустолбик пропускаем столбик с накидом пропускаем столбик без накида провязываем столбик затем полустолбик и столбик с накидом так мы этот ряд довязываем до конца то есть вы для себя можете взять вот сделать 10 меточку если вам удобнее будет вязать видите наше вязание будет как бы вот смещаться эти вот так этот ряд мы довязываем до конца довязываем последний столбик этого ряда полустолбик и столбик с одним накидом и вот смотрите мы подошли к нашему первому столбику которые мы с вами вязали и продолжаем вязание сразу же в столбик мы провязываем столбик затем провязываем полустолбик затем провязываем столбик с накидом снова столбик обычный провязываем обычный столбик полустолбик и столбик с накидом то есть наше вязание вяжется по кругу очень легко просто так мы вяжем до той высоты которая нам нужна нашего шарфа снуда то есть если например 10 сантиметров значит вяжем 10 сантиметров и так далее вот я довязала высоту нашего снуда смотрите вот отсюда мы начинали но за счет того что у нас идет немножечко наискосок нужно смотреть вот поэтому вот то есть уже будет не прямо а вот здесь продолжаем наше вязание для того чтобы выровнять его мы переходим от к первому столбику откуда у нас и провязываем обычный столбик и теперь продолжаем вязание столбиками без накида в каждый столбик предыдущего ряда то есть провязываем как вначале мы с вами вязали столбики на воздушной цепочке так и сейчас мы провязываем столбики наш снуд получается двухсторонний с одной стороны у нас будет узор выглядеть вот так вот с другой стороны у нас узор будет выглядеть вот так так мы этот ряд довязываем до конца довязываем последние столбики и вот подошли к первому смотрите как я буду теперь заканчивать я не провязываю а просто делаю соединительные петли и теперь мы обрезаем с вами рабочую нить вытаскиваем ее и остатки прячем вязание все и Вот видите, теперь узелка в нашем вязании, когда мы заканчиваем, нет. Вот такой вот шарфик-снуд. Двухсторонний. То есть можно носить и этой стороной, и этой стороной у нас получился. Всем удачи. До свидания.